Добрый день, дорогие зрители, с вами доктор Константин Сегодня тяжелое заболевание Асцит, отеки брюшной полости Либо скопление жидкости В брюшной полости Это тяжелое заболевание Почему? Потому что вода Не выходит с человека, она скапливается Ее нужно что? Выкачивать Это очень болезненный процесс Вот, водянка, она Скажем так, на сегодняшний день Тяжело переносится любым человеком Любым болящим Потому здесь, скажем так Мало диагностики 12 меридианов Тут нужно знать, откуда же Растут корни У данного заболевания Почему? Потому что не всегда Купунтура может помочь при тех или иных Тяжелых заболеваниях, нужно знать, откуда Это заболевание пошло И может человек Сотрел какой-то грех тяжелый, который нужно Раскаяться в нем, а уж потом Приступать к лечению, как ни странно Это звучит Итак, асцит, это скопление жидкости в брюшной полости Из-за чего может происходить Эта болезнь, либо это состояние человека Это прежде всего Такое заболевание тяжелое, как цирроз печени Это новообразование Рак, онкология Это панкреатит Из заболевания поджелудочной железы С которой начинаются и все проблемы Водно-солевого баланса Вот потому нужно искать здесь Самая первая подсказка Если отеки человека преследуют Ищите, пожалуйста, в каком состоянии Водно-солевой баланс Это поджелудочные железа Это сердечная недостаточность Причем здесь сердце и отеки Какую связь имеет? Имеет огромную связь Почему? Потому что согласно Восточной медицины Сердце контролирует все внутренние органы Либо является хозяином Всех внутренних органов Вот потому нужно посмотреть, как ведет себя хозяин Вот Может раздразнил человек своего хозяина Ему нужно договориться с ним Здесь вам сердце в помощь Если вы, конечно, умеете Разговаривать со своим сердцем Это нарушение работы почек Либо недостаточность почек И мы говорили, что данные точки Данный меридиан Что помогает восстанавливать почки Ну это, конечно же, истощение Может быть и жизненное Медикаментозное Моральное Которое может привести К вот такому осложнению Проявлению асцита у человека Ну и, конечно же, это тяжелые Эндокринные заболевания Итак, диагностика 12 меридианов Нам в помощь Почему? Потому что При тяжелых заболеваниях С точками-аккупунктурами Лучше не играться А провести диагностику Почему? Потому что Диагностика иногда бывает Показывает такие вещи Что не всегда человек Может эти даже вещи принять Нужно им растолковывать Разжевывать Показывать Как же работает Вся наша система И когда человек Начинает с тонкостями С понимания подходить к этому То что При нормальном восприятии информации После диагностики Диагностирования 12 меридианов Человек начинает понимать Начинает работать над собой Начинает что-то делать И получать первые результаты И точка Ф1 Дадунь И состояние меридиана печени Которое контролирует Брюшную полость Пожалуйста, обратите внимание Напрямую может нам помочь После различных отеков Брюшной полости Но здесь Одной только точкой Мы не можем сказать Что вот она Она показана При асците При водянке При отеках Но в каком же состоянии данный меридиан Представьте, что этот меридиан воспален И здесь Воспаленная энергетика Собирается вот здесь Вследствие чего Провоцирует асцит Представьте, данный меридиан Не работает Вялый, слабый Что? Вследствие чего Энергетика не выполняет функцию И уязвимое место у человека Брюшная полость Вследствие чего Асцит Потому диагностика 12 меридиана Все-таки главенствующий Вывод при всех тяжелых заболеваниях При слабости данного меридиана Данная точка F1 тонизируется При воспаленности Данная точка расслабляется Спасибо за внимание